В конце сентября в нашей стране отмечают День работника дошкольного образования. Именно поэтому очередной выпуск проекта «Стихи живут повсюду» посвятили воспитателям. Произведения Нины Найдёновой Ольга Павловна выучили наизусть и прочитали малыши из детского сада «Лесная сказка». Кто расскажет обо всём, от чего бывает гром, как работают заводы и какие там станки, и о том, как садоводы разбивают цветники. И про север, и про юг, и по всё, что есть вокруг, и по углу, и про газ, по тайгу, и по Кавказ. Про медведя, про яшу, и про ягоды вешу. Кто научит рисовать, строить, шить и вышивать, усадив ребят в кружок, прочитает им стишок. Скажет, вы учите сами, потом простёте маме. Кто сейчас живет и берётся, почему Олег дерётся, почему у Лука леснины, матрёшку отбила, почему слона из глины, Миша сразу поломал. Это воспитательница, это Ольга Павловна. Любит Ольга Павловна всех своих ребят. Очень Ольгу Павловну любит детский сад. Воспитатель Анастасия Привада рассказывает, что ребята со всей ответственностью подошли к заданию. Стихотворение выучили за несколько дней. Репетировали в детском саду и повторяли дома с родителями. Для них, когда говоришь телевидение, для них это просто праздник. Дети кто-то сам хотел, конечно, кто-то ещё стесняется, для кого-то немножко сложно. Мы часто с ними учим стихи, они очень любят стихи, пальчиковые гимнастики. И для них это было очередным стихотворением, и они с удовольствием учат и рассказывают. До встречи с воспитателями лесной сказки я даже и не знала, что среди российских праздников есть День воспитателя. А между тем это поистине всенародный праздник, потому что у каждого из нас в памяти живёт вот такая Ольга Павловна, как в стихотворении Нины Найдёновой, или Раиса Степановна, как вот в моём случае большая весёлая женщина, с которой связаны и мои первые горести, и мои первые радости детские. Воспитатели – это мудрые наставники и добрые друзья малышей. Ведь для каждого ребёнка детский сад становится практически вторым домом.